Твой профиль ВКонтакте обновился. Здесь можно выразить себя в контенте, в обложке, в обложке от нейросети. Обнови профиль и выражай себя ВКонтакте. Место встречи. Ты сейчас в отношениях и есть ли симпатия к кому-то? Я плакал вчера, почему я перестал заниматься музыкой, я был очень истощен. Что думаешь о свободных отношениях? Романтизирую. Был ли у тебя конфликт с кем-то из блогеров? Можно выбирать из всех в мире, да? Во сколько лет был первый раз? Следующий вопрос тоже. Хочется, конечно. Всем официально заявляю. Всем привет, меня зовут Дима Ермутевич, и это мое новое видео. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне, кстати, задали в моем телеграм-канале, на которые стоило бы подписаться. Там я чаще всего, и вообще там весело и круто, и там вы мне задавали вопросы интересные, откровенные, на которые я сегодня буду отвечать. Давно не было разговорных видео. Во-первых, меня приятно удивило то, что больше всего вопросов было про мою музыкальную деятельность, о том, когда будут новые песни, будут ли, почему я перестал заниматься музыкой. Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что музыкальная деятельность для меня лично это самый энергозатратный вид творчества из всех, которыми я занимаюсь или занимался когда-либо. На создание музыки, на воплощение всех идей, на реализацию клипов уходит много ресурсов, много денег, времени. И в какой-то момент я осознал, что я не получаю в нужной мере эту энергию в ответ, потому что если сравнивать музыку с фотографией, или влогами на YouTube, или какими-то другими видами творчества, то как раз-таки музыка это что-то такое проектное, что нужно готовить долго, выпускать. И потом, если нет фидбэка, следующий трек нужно также на какой-то энергии готовить и выпускать, и так делать постоянно до момента, пока что-то из этого не выстрелит, не станет популярным. Потому что, конечно же, я хотел бы, чтобы какой-то из этих продуктов, вообще-то я рассчитываю на каждый, станет популярным, востребованным у моей аудитории, выйдет за рамки моей аудитории. И так далее. То есть, эту музыку будут слушать, она будет там на радио, в чартах, и вы понимаете. И у меня были разные песни, были те, которые как раз-таки выходили за эти рамки, это было очень прикольно, интересно, но также были такие проходные, в общем понимании, да. Но, опять же, сложно с этим справляться, потому что для меня каждая песня не является проходной, я к ней очень готовлюсь, мне вкладываю много-много ресурсов, а по итогу получается продукт, который просто проходит мимо людей. И вот как раз-таки с этим я не готов мириться, наверное, на сегодняшний день. То есть, я не готов так много себя вкладывать в ту деятельность, где я рискую не получить достаточно фидбэка в ответ, несмотря на всю мою любовь к музыке. Вот. Возможно, я к этому вернусь позже, когда буду готов, когда у меня будет еще больше ресурсов, и, возможно, я не буду так сильно передавать этому значение и важности, и из-за этого это будет получаться легче. Но на сегодняшний день я на такой музыкальной паузе и вкладываю себя в другие свои виды деятельности. Какая твоя детская мечта, которая не стала реальностью? Ааа, так, уметь колдовать. Но если серьезно, про колдовство было тоже серьезно вообще-то, то это Диснейленд, это поездка в этот чудеснейший парк развлечений, и вы подумаете, что почему, раз ты так мечтаешь об этом, ты туда не съездишь? Я не знаю ответ на этот вопрос. Постоянно у меня какие-то препятствия происходят. Я вот буквально недавно планировал поездку в Париж осенью. Я очень хотел побывать там и хочу до сих пор, но случилось всякое разное, из-за чего я не смог этого сделать. Сейчас же я думаю, что когда у меня появится возможность отправиться куда-то в путешествие, я полечу в Париж и уже наконец-то эту детскую мечту исполню. Потому что я с детства обожаю мультфильмы Дисней, всю эту атмосферу, и я просто обязан побывать в этом парке и порадовать уже своего вот этого вот маленького меня. И еще полетать на воздушном шаре. Я мечтаю с детства тоже, чего не реализовал еще в взрослом возрасте. Когда и почему-то и в последний раз плакал. Я плакал вчера из-за того, что заиграла песни из Ла-Ла Лэнда. Я просто был дома, играл плейлисты, заиграла City of Stars, и я не смог сдержать эмоции. Очень она для меня сентиментальная. Вообще, я уже научился плакать, когда плакается. Я в одном из влогов предыдущих с вами делился, что в какой-то момент осознал, что я сдерживаю эмоции негативные какие-то или грустные. Разрешаю себя испытывать только позитивные. И вот я уже чувствую прогресс, потому что я реально чаще начал проявлять эти эмоции. Вот. На вопрос ответил да. Что делаешь, когда грустно? Романтизирую, конечно. Проживаю эти эмоции, не противлюсь им, просто грущу. В этом нахожу тоже что-то вот романтичное. Смотрю какие-то фильмы, слушаю музыку грустную. Не стараюсь себя сделать в этот момент веселым. Расскажи, на кого ты учился и как проходила учеба? Я учился в Минске, в колледже искусств, на режиссерском факультете. Это была театральная режиссура. Это был очень интересный опыт. Два года учеба моя длилась два года, потому что потом я забрал документы и не доучился один год. Так вот эти два года я жил просто в какой-то параллельной реальности. Это постоянное чтение этюдов, какие-то занятия по истории искусств, по пластике, по речи, по актерскому мастерству. И в этот момент я очень вырос профессионально, потому что получал вот такие фундаментальные творческие знания. Чему я очень благодарен, это был очень важный момент для меня. Но хочется поделиться обратной стороной медали, потому что взамен я отдал просто кучу стресса, бессонных ночей, у меня было очень много выгораний психологических. Это тоже типа, конечно, все романтично, до момента, пока не начинает действительно страдать здоровье и психика. Мне кажется, во время учебы я весил просто ноль килограмм, я был очень истощен. И еще вспомнил сейчас, что по иронии судьбы, напротив моего учебного заведения находилась больница, куда я даже один раз попадал под капельницу, потому что плохо себя чувствовал, был в таком придоморочном состоянии. И не я один. Ну, веселого тоже было очень много. Мы очень классно с одногруппниками тусили, проводили время. Вообще очень приятно находиться в обществе таком социуме людей, которые разделяют полностью твои интересы, твои вот такие творческие взгляды на жизнь. Стал бы ли я повторять такой опыт? Точно нет, потому что это постоянный физический, психологический дискомфорт. Но на денек где-то я бы точно очень хотел вернуться, даже на пару дней, в какие-нибудь предэкзаменационные дни, когда мы готовили какие-то театральные постановки, отрывки. И вот эта вот атмосфера, когда ты за кулисами волнуешься перед экзаменом, это прям вообще супер. Конечно, моя учеба подарила мне просто огромную любовь к театру. Это сейчас отдельное место в моем сердце, я каждый раз радуюсь, когда как-либо соприкасаюсь с театральной темой и просто хожу как зритель в театр. Или, например, у меня был один проект, я надеюсь, я про него могу рассказывать, потому что он не вышел. Я так понимаю, что мы снимали пилот, который в итоге не вышел для телеканала одного, где я в качестве ведущего ходил в МХТ. Это театр Чехова. Это я гуглю, Чехова или нет? Да, Московский художественный театр Чехова. И там я в роли ведущего ходил по театру, рассказывал какие-то факты, общался с актерами, с костюмером, с даже Константином Хабенским, который режиссировал на тот момент постановку, о которой я рассказывал в этом выпуске. И это было настолько для меня эмоционально, потому что я понял, что я в своей блогерской деятельности могу как-то объединиться со своей вот другой линией, потому что все-таки моя учеба на театральном никак не связана с той деятельностью, которую я все-таки выбрал как основную для себя. И вот когда я почувствовал, что они могут как-то пересекаться между собой, я такой, блин, как же круто, как я хочу это повторить, и еще больше, чтобы такого в моей жизни присутствовало. Я понял, что я очень хотел бы сыграть в театре, и очень надеюсь, что когда-то подвернется такой проект, где будет актуальным мое участие, как уже, не знаю, наверное, блогер или артист в какой-то роли, потому что, опять же, это часть моей жизни, которую мне очень хотелось бы не упускать, потому что много во мне это вызывает чувства и эмоций. Ты сейчас в отношениях, и есть ли симпатия к кому-то? Нет, я не в отношениях, и симпатии к кому-то у меня нет. Не знаю, как ответить более развернуто, просто нет и нет. Пошел блок вопросов про отношения. Что думаешь о свободных отношениях? Я не против, если другие люди от этого счастливы. Например, в паре встречаются два партнера, которые вдруг осознают, что для них это более крутой способ взаимодействовать, существовать, они от этого более счастливы, и тогда супер, очень классно, что люди встретились друг с другом, поняли, и чувствуют оба себя на 100% при этом хорошо. Лично я знаю, что не буду счастлив в таких отношениях. Я в этом плане очень традиционный, романтичный. Для меня вообще огромную ценность играет семья в таком ее, опять же, традиционном понимании. Был ли у тебя конфликт с кем-то из блогеров? Публично нет. Возможно, я не помню, но мне кажется, что ничего такого не было. В прошлом году произошла одна странная ситуация, я так вскользь поделюсь с вами. В общем, от меня отписался один блогер, что нормально, потому что блогеры друг от друга отписываются, все окей, но так как я чувствовал с человеком, не знаю, как это сказать, он мне импонировал, и мне казалось, что мы в каких-то находимся не супер, там, да, близких, но взаимоотношениях. Мне это показалось странным, и я написал напрямую, задал вопрос, случилось ли что-то, почему так, на что человек ответил, что нет, ничего, типа, не могу тебе сказать. Ну, короче, никак мне не пояснил, в чем дело. Вот, и у меня остался какой-то осадок, я не понял, что произошло. И после этот человек меня от себя отписал. Оказывается, так можно сделать в Инстаграме, если, я так понимаю, если ты блокируешь человека, и потом его разблокируешь снова, то ты его отписываешь от своей странички. Что тоже меня как-то, не знаю, ну, типа, я почувствовал такое, не надо за мной следить, вот. Ну, я и не слежу. Хотя человек мне нравится. Вот такая, короче, ситуация непонятная. Дима, по каким местам ты любишь ходить, где можешь получать вдохновение, где ты можешь просто отдохнуть, побыть сам с собой, что посоветуешь посетить? Я люблю быть дома. Это моя крепость, я создаю максимально для себя комфортную атмосферу, для отдыха, для того, чтобы заряжаться, и не супер большой любитель гулять и где-то проводить время вне. Но если я и делаю это, то это парк, ресторан. Мне нравится посещать мероприятия разные, будь то что-то связано с моей деятельностью, и также, не знаю, какие-нибудь выставки, спектакли, в общем, поглядеть на что-то, что делают люди, какие люди бывают, это всегда очень прикольно, но без фанатизма, потому что все-таки больше в моей жизни времяпрепровождения с самим собой в своей коробочке. Я, кстати, понял, что очень давно не гулял один, просто с наушниками по улице, наверное, потому что зима, но вот как будет потеплее, надо обязательно так сделать, потому что это я тоже люблю. Во сколько лет был первый раз? Мне кажется, я отвечал уже на этот вопрос в 18 лет. Без оценок, да? Просто факт. Ни рано, ни поздно. Вот так. Следующий вопрос тоже про секс. Был ли секс втроем, и как относишься к такому? У меня не было. Отношусь нормально, но для себя не понимаю, вот сейчас зачем мне это, если я люблю секс вдвоем? Он мне подходит, он вызывает у меня достаточно эмоций. То есть, как бы в целом, в качестве эксперимента, я не против, но только при условии, а оно достаточно сложное, что это как-то произойдет органично, само собой разумеется, при этом не будет какой-то эмоциональной привязки к этим людям, и если как-то все так замутится, то типа окей. Потом посмотрю, как я себя буду чувствовать после этого, но так, чтобы я был в отношениях и привнес такую перчинку, скорее нет. Но зарекаться не буду, на сегодняшний день думаю так. Какой из последних просмотренных сериалов тебя вдохновил и порадовал? Это сериал «Дом с прислугой». Я о нем рассказывал у себя в Телеграме. Это такой психологический триллер, очень необычный. Такой, знаете, он вязкий, да? То есть, он как болото. Он тебя засасывает, и ты уже не сопротивляешься, потому что тебе нравится это. То есть, меня сначала он злил в начале, я смотрю и думаю, я не понимаю, типа, то есть, у меня нету очевидно позитивной эмоции, но это такая, знаете, отрицательная притягать, при, при... Короче, тебя притягивают то, что ты чувствуешь какие-то неоднозначные эмоции, даже, возможно, отрицательные. И вот он меня как-то так погрузил, он очень атмосферный. В общем, если вы любите подобные атмосферные штуки, да, если вы, в принципе, любите триллеры, атмосферу такую нагнетенную, такую тяжелую, полумрак, что-то типа фильма «Мама» Даррена Аронофски, то я вам очень-очень рекомендую. Это прям супер вкусный, такой классный сериальчик. А еще там играет Руперт Грин, который из «Гарри Поттера Рон». Вот, это тоже добавляет свою изюминку, очень прикольно за ним наблюдать. «Мой язык любви» — это... «Мой язык любви» — это... Так отвечаю, как будто бы признаюсь в чем-то постыдном. «Мой язык любви» — это прикосновения. Все, люблю тактильность, объятия и все другие виды взаимодействия двух тел между собой. «Почему не хочешь остаться, пожить в квартире подольше, если при переездах проходишь через такой стресс?» А потому что я осознанно иду на такой стресс, так как это для меня переход на новый уровень жизни. Я понимаю, что то, что я связываю переезд из одной квартиры в другую, это для меня не так. То, что я связываю переход на новый уровень жизни с переездом — это определенная установка, которую я себе придумал. Но пока что я с ней согласен, потому что мне кажется это очень логичным. Это для меня уже привычный процесс. То есть я знаю, что каждый мой переезд — это какой-то level up для меня. И я не говорю о том, что я знаю точно, когда это будет происходить, что это с регулярностью обязательно вот в какое-то время. Но как только я начинаю чувствовать, что меня пространство уже вытесняет, я уже как-то становлюсь в нем большим или неорганично. Оно мне... Я себя в нем не чувствую. Мне хочется тогда переезжать. И в этот момент я проживаю большой спектр каких-то эмоций, потому что моя зона комфорта меня покидает, и меня ждет впереди что-то неизведанное, что-то большее, что-то страшное. Но то, на что я иду, потому что я хочу в жизни расти, расти, развиваться и чувствовать всегда что-то новое, что-то интересное. Пусть даже это страшно, пусть даже я в этот момент испытываю стресс. Потому что я бы ни в коем случае не хотел этот стресс не испытывать, да, даже если мы берем мой последний переезд, который вы наверняка видели, как для меня проходил сложно, но это было связано не только с самим фактом переезда, но и с другими событиями, которые на него наложились. И вот этот вот психологический процесс, он как бы дает мне в будущем, потом вот сейчас, полную свободу и возможность дышать полной грудью, не держась за что-то прошлое. Я не говорю как мастер йода какими-то непонятными словосочетаниями. Мысль вы поняли. Короче, я бы ни за что не отказался от того, чтобы проживать этот опыт и стресс, потому что потом я себя чувствую круче. Как ты остаешься в ресурсе, чтобы творить? Я стараюсь находить баланс, не заниматься только работой, только творчеством, а также другими сферами своей жизни. И я уже научился чувствовать вот этот момент, когда я близок к выгоранию и в такие моменты я говорю стоп, либо если это позволяет, я просто немножечко замедляюсь, чуть менее активно что-то делаю, разрешаю себе вот там сдвинуть сроки, допустим, да, если это не подводит никаких других людей, там, бренды и другие процессы. Если это мой какой-то проект, я стараюсь сделать это максимально для себя спокойно, без каких-то нервных срывов, без вот такого вот состояния, после которого себя чувствуешь плохо. И сейчас даже расскажу один пример. У меня должен был запуститься проект по блогингу, это большой курс, к которому я долго готовился, у меня был телеграм-канал, который я вел ежедневно, я туда записывал подкасты, также я проводил там прямые эфиры, вебинары, и потом презентовал проект. И на момент, когда я презентовал этот проект, я настолько устал, что я полностью понимал, что я не хочу его делать. И это очень простой критерий, когда ты думаешь, например, о том, что этот проект не запустится, как ты себя чувствуешь? И я думаю, господи, я себя чувствую гораздо лучше, я не хочу его запускать, я так устал, я так вымотан, потому что было очень-очень плотно все, это была ежедневная включенность, с которой я не был готов, и я потратил все свои силы, энергию, и я понимал, что только начинается проект, на который у меня должно быть больше всего энергии, потому что вот только сейчас я начну с людьми взаимодействовать, их обучать, но при этом у меня вообще не было силы, поэтому я просто этот проект закрыл, тем ребятам, которые его приобрели, вернули оплату, я с ними отдельно созвонился на вебинар такой закрытый, разобрал какие-то их запросы и так далее, вот я осознал, что просто, ну, ничего из этого не получится хорошего, я себя не буду чувствовать при этом классно реализованно, счастливо, потому что я, ну, я просто никакой. Ну и, собственно, этот опыт в очередной раз мне показал, что нужно все-таки прислушиваться к себе и не делать как бы больше, чем у тебя есть на это энергии. Ты планируешь сниматься в кино? Видела историю, где ты рассказал, что стал студентом киношколы. Да, действительно, я стал студентом, я сейчас прохожу интенсив в киношколе, я об этом расскажу в следующем влоге более подробно. Касаемо вопроса про кино, у меня нет сейчас конкретно какого-то проекта, который ждет реализации, но я хочу просто творчески себя развивать так, чтобы быть готовым к тому, чтобы принять участие, например, в таком проекте. Если он случится, я с удовольствием снимусь в кино. Всем официально заявляю. Кого из известных людей ты мечтаешь сфотографировать? Можно выбирать из всех в мире, да? Меня определенно очень интересует Аня Тейлор-Джой, я бы с удовольствием ее поснимал. Также Сэдди Синг Краш и еще, пожалуй, Дженнифер Лоуренс. Вообще любое взаимодействие с ней, я буду этому рад, потому что очень она меня вдохновляет, поэтому пусть это будет фотосессия. Хочется, конечно. Я в целом люблю быть в отношениях и сейчас вот за последнюю, не знаю, мою взрослую жизнь, самый длинный период, когда я нахожусь как раз-таки не в отношениях, но я и не делаю ничего специального, чтобы их найти. То есть я не против, но не нахожусь в таком активном поиске и меня, если честно, вообще пугает мысль о том, что отношения придется как-то находить, как-то нужно будет с кем-то познакомиться, потому что все отношения, которые у меня были до этого, все 100 штук, так говорю, как будто бы их было очень много, в общем, они зарождались сами собой, я ничего для этого специального не делал, никак их не искал, не ждал, и меня как раз-таки это и поражало всегда, я думал, вау, как же прикольно и круто и удобно, потому что не пришлось как-то об этом задумываться, но сейчас я понимаю, что это сложнее, потому что я не представляю, как знакомиться с людьми. Ну, короче, я не понимаю сейчас, но поживем, увидим. Пока что я вообще не страдаю, а наслаждаюсь даже временем с собой, у меня как бы нет другого выбора, поэтому я проживаю такую холостяцкую жизнь и кайфую от того, что мне это может дать, да, чем это отличается от, ну, лайфстайл отличается, да, от того времени, когда ты в отношениях, поэтому пока что я не в отношениях, я стараюсь как-то прожить с удовольствием тоже этот момент жизни. Это был последний вопрос, на этом все, спасибо большое за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, совсем скоро увидимся в новом влоге, пусть удача всегда будет с вами, и до встречи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok